Елен, мы будем говорить об очень популярной вещи, о батарейках. Вы знаете, что обычно мы не знаем, куда утилизовать лампочки и батарейки. Вот вроде все понимают, что это опасные вещи. И вот Народный фронт занялся этой проблемой. Видимо, это действительно стало проблемой в стране. Я не могу сказать, что мы прям занялись этой проблемой, поскольку есть масса компетентных организаций, органов, которые, в принципе, разными нормативными документами предписаны заниматься этой проблемой. Но поскольку Народный фронт вообще очень большое внимание уделяет мусорной реформе, в общем-то, утилизация вредных отходов, коими являются опасных батарейки, они, с одной стороны, какие-то ценные элементы содержат, а с другой стороны, в общем-то, опасные. Конечно, не могло пройти мимо нас, тем более, что Минприроды выпустил соответствующий приказ, который сейчас проходит в согласовании, и мы увидели там некоторые подводные камни, наши эксперты тематической площадки, поскольку я руководитель, но работаем мы с разными экспертами, предложили организовать такой круглый стол, и мы его сделали совсем недавно. Но главная проблема, когда кто-то из правительства начинает чем-то заниматься, чтобы не выросли в итоге для нас население тарифы. Если появится порядок регулирования сбора, утилизации батареек, для нас, для жителей страны, это как-то вылится в дополнительные расходы? Вот этот вопрос как раз и я первый задала, как модератор круглого стола, который совсем недавно был в Народном фронте, ко всем участникам. Там на площадке у нас собрались и те, кто занимаются проектами по утилизации, и представители перерабатывающих предприятий, региональных операторов. Собственно говоря, дорогие друзья, мы очень хотим, чтобы для населения цена не выросла. И вот пока то, что мы видим, и те нормативные акты, которые есть, возможно, такая опасность, что вырастут. И я считаю, что это совершенно неправильно. Но нужно сказать, что вообще в нормативных актах есть определенная путаница. Мы с ребятами в исполкоме начали разбираться с экспертами и обнаружили, например, что по нормативным актам есть такое поручение управляющим организациям, или как мы их часто управляющим компаниям называются. Они должны организовать в многоквартирных домах места для сбора лампочек, ртуз содержащих, да. И такой документ появился еще в 2011 году. Вот честно скажите, вы живете, наверное, тоже, как и я, в многоквартирном доме. Есть у вас такое место? Нет. Такого нет. Более того, я не знаю, куда нести батарейки. Хорошо, рядом Вкусвил открыл свой очередной магазин, и там есть специальная емкость для приема батарейок. А так неизвестно, куда их везти. Вы хоть МЧС вызывай, понимаете? Вы совершенно правы. И поэтому у нас, например, в круглом столе принимали участие представители крупных торговых сетей, которые как раз не только торгуют этими батарейками, но еще и, как так сказать, ответственные производители, ну, продающие, вернее, не производители, собирают эти батарейки. Но здесь тоже вопрос, например, да, то есть вот я захожу в огромный торговый центр, ну, например, «Золотой Вавилон» или как он там сейчас называется, не знаю, они меняют название, и МВД находится в самом конце, например, вот самого этого комплекса. Хорошо, я знаю, я побывала на круглом столе, я знаю, что они собирают. А вот человек приходит, откуда он знает, что МВД собирает, да? А если я пришла и знаю, то мне нужно, чтобы бросить эти батарейки и пройти огромную территорию, ну, собственно, совершенно неохота это делать. Поэтому вот вопросы организации, доступные места, локации, они очень остро стоят. Нужно ли их, например, собирать в многоквартирных домах? Вот может быть на каждом этаже, но опять же, а если они повреждены, считается же, что они вредные, и какая должна быть ёмкость, чтобы эти батарейки собирать? Это тоже вопрос. Если это, допустим, место, которое в закрытом помещении, это одна история. Если в открытом помещении, где могут там и дети, и подростки какие-нибудь активные такие, с нестандартным подходом к окружающей среде, что-то с ними сделать. Поэтому вопросов очень много. Очень правильный вопрос. А неужели Минприрода в своём приказе сможет отразить вот все эти процедуры, все эти нюансы? Нет, не отразило. Именно поэтому мы, собственно говоря, когда обсуждали этот вопрос и подняли этот вопрос, и подготовили резолюцию по итогам круглого стола, в котором как раз и рекомендовали Минприроды проработать вопрос создания инфраструктуры сбора. Проработать вопрос, собственно говоря, требований к тем ёмкостям, в которых должны содержаться эти батарейки. Потому что вопрос очень актуальный. Нас с вами не запугали, но завоспитывали всякими страшилками, что мы убьём шесть ёжиков, если бросим батареек. Просто я очень люблю ёжиков, страшно теперь за них переживаю. И 400 литров воды испортится, и там, по-моему, сейчас не буду врать, не помню, сколько-то квадратов. А ёжики едят батарейки, да? Ну, имеется в виду, что батарейка, разлагаясь в лесу... Так, портит экологию. Да, портит экологию. Ну, конечно, они не едят, я надеюсь, есть только какие-нибудь такие. Ну, они же на полигонах, они же не в лесу, но так-то... Ну, если выбрасывают, но мы же с вами знаем, туристы идут, они могут и выбросить. А главное, когда не знаешь, куда, то даже если хочешь, то, конечно, не повезёшь в Москву, например, если где-то... Ну, слава богу, что батарейка – это маленькая всё-таки такая штука, которая, в принципе, люди, которые ответственные, вот я, например, их никогда не выбрасывала, может быть, в какой-то момент найду место, куда их сдать, потому что они маленькие, их много не... ну, легко не стискать. Это да, это да, по крайней мере. Но здесь ещё есть одна история, да, то есть у нас, например, сейчас на территории Российской Федерации есть два завода открытые, да, один сравнительно недавно в Ярославле, а другой в Челябинской области. И, ну, это как бы достаточно далеко. И получается, что со всей страны батарейки нужно везти именно туда. И в настоящий момент, например, от того количества батарей, которые производятся, продаётся, вернее, в нашей стране, не производятся, продаётся в нашей стране. А сколько их продаётся? Вы знаете? Ну, порядка 20 тысяч тонн. 20 тысяч тонн? Да. 20 тысяч тонн батареек в год, которые продаются. А из них... А перерабатываются... Вот перерабатываются. Тут разные цифры мы от экспертов слышали. Посчитать это достаточно, ну, в зависимости от загрузки. Я слышала и от 1,7 и до 3%. Но в любом случае это очень мало. Конечно, микроскопически. Очень мало. А мы с вами в 2017 году получили документ, в котором написано, что, в частности, батарейки – это такие отходы, второй класс опасности, которые нельзя захоранивать, потому что в них есть ценные вещества, с одной стороны, а с другой стороны, они являются вредными. Яды там какие-то... Да. Поэтому вопрос вот как. И заводы, которые работают, они тоже испытывают определенные сложности, потому что как до них довезти эти батарейки? Кто будет довозить? На кого лягут эти расходы? Любой завод, мы же понимаем, что он должен приносить прибыль, на нем работают люди, им нужно платить зарплату, ну и так далее, и так далее. То есть, поэтому вот вопрос логистики, инфраструктуры, сбора, он очень актуален. Ну, по идее, в нацпроектах, у нас же есть нацпроект «Экология», до 2024 года мы должны увеличить объемы перерабатываемого мусора, и, наверное, там есть и подпрограмма какая-то небольшая на строительство заводов специальных. На строительство специальных заводов, безусловно, есть. Ну, не указано, что там батарейки или что-то, но я хочу сказать, что вот даже вот эти заводы, которые есть, в принципе, они могли бы справляться с объемом переработки. И вопрос только теперь самого сбора, инфраструктуры и доставки. И здесь еще есть одна история, о которых нам поведал на площадке на нашей, на круглом столе тоже, вот мы как-то об этом не задумывались, ну и лично я. Это батарейки «Дюрасел», представитель компании, генеральный представитель. И получается, он, например, поднял вопрос так. Вот там, в частности, эксперты предлагали возложить часть затрат на переработку, доставку батареек на производителя. Он говорит, мы очень ответственны, мы их собираем, мы готовы нести часть каких-то расходов, если это будут приняты такие решения. Но что делать с контрафакцией, с подделками? И это очень серьезный рынок и оборот, и он даже предложил тоже собраться на площадке ОНФ и поговорить на эту тему, приведя, в пример, знаменитый рынок «Садовод». Там огромное количество продается батареек, которые непонятного производителя, но поскольку они дешевые, население их покупает. А есть еще и подделки. Конечно, можно нанести всякие штрих-коды, там отследить, кто купил, продал и какое количество, но если это подделки. Поэтому и здесь есть такой вопрос. Здесь уже, наверное, может быть, наша гражданская с вами позиция покупки проверенной продукции, которую мы точно знаем, будет переработанной, точно знаем, что оплатят эту переработку и доставят. Очень важно, чтобы вот те инициативы, которые касаются, в частности, актуальной темы, как мусорная реформа, были найдены, увидены, услышаны и поддержаны. Мы будем в этом направлении работать. Мы – это Народный фронт. Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта и руководитель тематической площадки «Экология».